Благословение Ну да, это у нас постоянная такая уже, я бы сказал, традиция, которая у нас такова. Дело вот в чём. Что такое благословение? То есть, благословим, мы даже тебе поем, тебе благословим, даже Богу говорим – такие слова. И апостолы призывают к тому, чтобы мы говорили имя «благо», а не «зло» друг другу. Это общее, так сказать, общее положение. Так вот, ну вот в чём дело только. У кого я хочу брать благословение? Одно дело – духовник, то есть тот человек, которого я искал, наконец, я нашёл, того, кто мне действительно даёт разумные советы от святых отцов. Ну, от священного писания, естественно, и святых отцов. Не просто от ветра своей головы. Вижу рассудительного человека, разумного. Это одно дело. И я у него прошу благословения на какое-то дело. Значит, я прошу в данном случае, прошу помочь мне рассудить. Рассудить, как мне быть, если хотите, и благословить. Другое дело, когда я прошу благословение у кого-то, у батюшки какого-нибудь, так? Ну, здесь что? Ну, просто просьба помолиться. Ну, правда, если я уверен, что он помолится, а не просто отмахнётся крестом и всю руку подсунет, поцеловать. Ведь, вы знаете, нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы извратить. И превращается в пустой обряд. Вот в чём дело-то. Поэтому и говорят, духовникан, если нашли, который может дать совет разумный, ой, как это хорошо, с ним обсудить и, в конце концов, сказать, благословите, да, помолитесь. Это да. А брать вот так вот направо-налево благословение, когда бегают только ко всем, и бедные батюшки только отмахиваются, как от назойливых мух уже, вот, это превращается не во что, в пустоту. И это очень печально, что мы священные вещи, которые благословляют, то есть с молитвой, представляете? А другое дело, это священное действие вдруг превращается в пустой знак, в мыльный пузырь. Вот это уже очень жалко. Вот, оказывается, это очень важно. Об этом предупреждают, кстати, и святые отцы. Святые отцы предупреждают, он, Феофан Затворник, писал, говорит о том, как относиться, вот, так сказать, благословите батюшку, помолитесь, батюшка, помолитесь, батюшка. Он об этом пишет, что такое молитесь, батюшка. Зачитайте вам. Если никто не воздохнёт от души, никто, в смысле, из тех, кто просит, то молебен протрещат, а молитвы о болящей не будет. То же и проскомидия, то же и обедня. Служащий молебен и на ум не приходит поболеть пред Господом душой о тех, коих поминают на молебне. Вы слышите, какие страшные слова-то! То есть это то, чем характеризуется язычество, когда главное соблюсти, сделать обряд. Не душу, а обряд. Вот это уже да! И на ум не придёт поболеть пред Господом душою, а тех, коих поминают на молебне, вычитывают, когда имена. Понимаете, какое дело-то? Вот о чём предупреждают. Поэтому благословение, если речь идёт, да, очень приятно взять благословение у человека. У человека какого? Я его знаю, а то мы к незнакомым бежим. Я его знаю. И не просто знаю даже, а ещё надеюсь, что он действительно скажет, Бог благословит. Не языком, а с душой. Очень приятно взять такое благословение. Это действительно и разумно, и, я думаю, полезно. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok